всем привет задолбали за окном жужжать газонокосильщики самого утра но я решил заняться как видите педалями дело в том что они начали у меня издавать не очень приятные звуки правая педалька не так сильно от левая сильнее сейчас продемонстрирую сейчас ну вот хотел показать вот на это не так слышно вот на левые половче и так сейчас вот если резко его пнуть вот такая вот ерунда происходит левая сильнее правая не очень плюс правая чуть-чуть как будто где-то иногда под заедает ну вот слышно эти звуки меня раздражают очень сильно это легко болтается в общем что будем разбирать и смазывать педали эти я покупал в магазине но на алиэкспрессе тоже аналогичные есть что разберем посмотрим так для этого в общем что я взял тряпочки руки вытирать какие-то старые шестигранники но нам понадобится скорее всего 1 на 6 но как комплект был так его взял газета чтобы немножко это дело так не сильно пачкой тоже положить смазка у меня вот такая велволин молибденовая в пакетике что поменьше пачка во всем и взял набор головок дело техники у меня мелкие и набор осадовских рожковых ключей возможно пригодится в общем с гаража прихватил не знаю что понадобится так еще хотел сказать такой момент это не обучающее видео эти педали я буду разбирать впервые будем вместе с вами смотреть и разбираться с ними но надеюсь моих познаний в механике хватит в детстве я разбирал полностью свой велосипед салют полностью его сам обслуживал начиная вот накачивание колес скажем так и заканчивая переборкой всех узлов и смазкой и так же заменой подшипникой и всего прочего ну в принципе если я справляюсь как-то с ремонтом своего японского мотоцикла то с китайскими педалями уж я как-то наверняка должен буду точно разобраться ну что немножко наверно переставлю камеру чтобы было мне на ловчеем все это дело делать и приступим и так с какой педали начать даже не знаю справа или с левой давать с левой так тряпочки возьмем газетку и источник так это лишнее уберем чтобы нам поменьше свечет пачкать все это дело так шестигранничек нам нужен здесь по моему на 6 если я не ошибаюсь визуально чтобы открутить вот этот вот заглушку до на 6 так немножечко светится песочек чтобы нам дальше подшипники не попадал мы его стряхнем так сейчас еще схожу возьму одну штуку чтобы было удобнее и вернусь взял вот такой вот типа кассетницы скажем так буду в нее всякие детальки складывать чтобы они по столу не катались и так значит внутри нам надо протереть немножечко там грязь к и так вижу что там стоит пром подшипник так чтобы выкрутить нам нужно будет подобрать головку не знаю насколько еще не понял на 8 попробуем применить так чё это у нас вот на 8 как раз так немножечко как будто болтается мука другой размер так это что у нас на 6 попробуем на 6 на 6 маловато естественно так это что у нас 77 тоже не лезет значит точно 8 значит 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 уберем эту штуку и нам нужно ключик а вот такой ключик я не знаю есть ли у меня так здесь скорее всего на 15 дам так а мне на 14 посмотрим да не лезет этот вот дурной разомер на 17 великоват естественно так полез я опять за какими-нибудь интересными ключами где-то у меня по моему велосипедный был этот как он семейник так называемый пойду поищу так чё ты друзья советский хороший не нашел попался какой-то вот такой вот китайский скорее всего из соромятины но где-то у меня наш советский хороший лежит тоже но надеюсь получится раскрутить хотя тут на этом ключе уже видны вмятины то пробую какую сторону резьба то здесь все нормально друзья не так то уж и сложно было открутить все это дело то гаечку выложим и вытаскиваем оси думал ну да ничего здесь друзья у нас сверхъестественного нет смотрите сейчас попробую показать здесь у нас стоит один фокусируйся пожалуйста один пром подшипник а здесь у нас просто так еще раз давай сфокусируемся спасибо здесь у нас просто подшипник скольжения ну да здесь такая смазка она вон засохла немного загустела такая прям не очень скажем так презентабельно выглядит возьмем маленькую тряпочку это дело мы сотрем сейчас и нанесем нормальной консистентной смазки промыть меня а здесь друзья у нас он еще есть давай еще раз фокусируемся покажем людям давай 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 нормально фокусируйся вот здесь у нас есть колечко да что ж такое то эй еще раз давай а давай давай сфокусируйся так вот вот имеется колечко отдельно сальникова и вот это вот широкое кольцо уже пыльник своеобразный идет ну что протираем это дело и смазываем к сожалению промыть мне дома нечем я думаю и так у нас нормально получится размазывается конечно ну ничего протрем все это дело так снять это дело только уберем в сторону чтобы не мешалось видите грязнота тряпки только нитки эти еще лезут гадские и все особо здесь больше нам ничего не надо так из нам надо протереть все это гадость изнутри тоже так 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 намотаем чутка да хорошо бы конечно было промыть но что сделать так может шестигранником чуть получше будет он угловатый протираем хорошенько друзья я сейчас протирал вот это вот широкое колечко и с одной стороны высыпалась вот такое тоненькое как будто бы еще одно было резиновое колечко вставлено с одной стороны но оно полностью развалилось у меня поставить такого ничего нет вообще похожего даже поэтому будем уж дальше без него как-то ну что дальше берем нашу смазку так как ее там взять так здесь учета потекло стоит давно и немного она пошла в масло короче ну как то так сделаем как же это сделать так получше и аккуратно чтобы все не перепачкать а вот так много нам не надо и так чуть-чуть смажем здесь где наш сальничек был пыльничек какой стороной стоял это тогда интересно мне теперь стало даже и не знаю она то и понятно будет педали чуть не обратил внимание друзья как стояла хочу так вот я его поставлю чтобы она немножко нам смазывалась тоже не на сухую ходила далее значит одеваем вот это наше резиновое кольцо да как оно было как то вот так вот нету мне ничего под рукой поэтому я использую просто вот так вот палец много сильно тоже не надо иначе все это дело будет у вас вылазить наружу выдавит вот так вот и чуть-чуть смажу уже остатками здесь у нас до куда палец залезет оттуда залезет вот так все снаружи вытираем пока что и вставляем оську сейчас все равно лишнее по выдавливает немного нет нормально так у нас легко достается промышленный подшипник еще можно на него посмотреть но тут он я думаю смазан нормально а может быть и нет не крутится друзья легко я думаю в нем смазки достаточно его разбирать и смазывать не буду в этот раз так ставим его на место теперь и закручиваем нашу гаечку так я как понимаю центровать здесь ничего не надо контрить просто затягиваем небольшой люфтик присутствует но это мелочи все педаль очка ходит хорошо и закручиваем нашу декоративную вот эту вот и защитную одновременно крышечку колпачок все друзья сильно тянуть не будем чтобы не сорвать на алюминий резьбу и шлицы все педаль сколько тут две-три минуты времени надо все мне теперь так вот нравится и крутится легко и никаких лишних звуков нет ну что делаем такую же процедуру со второй педалью